И всем привет, ребят! С вами мистер Вань, и сегодня записываю новый ролик. Как вы видите, я нахожусь на HTML5 версии, на тестовом сервере. А это значит, что сегодня у нас на повестке дня обзор нового устройства на Гаусс. Сегодня я хотел бы рассказать именно про него, хотел бы поделиться с вами теми мыслями, которые у меня уже появились на данный период времени о данном устройстве, что я вообще думаю по этому поводу, как оно вообще в принципе выглядит, название у него пока что. Какое-то очень странное, ЕМПЛ какой-то шелс, я вообще не знаю, что это за шляпа, и как оно вообще расшифровывается. Но в общем и целом я уже немножко покатал на данном интересном устройстве, и готов вам рассказать, поделиться с вами теми мыслями, которые у меня вообще появились о данном устройстве. Что касаемо импакта и большого количества урона, то данное устройство явно не наносит прям мега того лютого большого урона по противнику, что было в принципе с, у нас получается, простым обычным Гауссом, да, без никаких устройств. Здесь уже есть минимальный, но не сказать даже то, что он минимальный, такой неплохой, неплохой фикс урона, с данным устройством вы уже не будете наносить тот самый большой урон по противнику, и это очень-очень даже хорошо. Единственное, что меня, наверное, пугало с самого начала, когда я увидел все это дело, я очень сильно начал нервничать из-за того, что я увидел, что по сути сводка работает так же быстро, так же эффективно, и я начал думать о том, что, блин, да ну нафиг, если с такой быстрой сводкой еще и противник будет просто постоянно накидывать урон, это же будет просто имба. Но потом, немножечко покатав, посмотрев вообще, как все это дело работает, я понял то, что, по сути, Гаусс превратится в пушку с этим устройством, которое будет просто бесить противника, но при этом раскладе оно не будет набивать большое количество опыта. То есть, все те ребята, которые думали, что они, например, будут брать данное устройство и набивать колоссально большое количество опыта и за счет него нагибать, то они как бы уже обламываются, это значит, что на данном устройстве будут играть только те, кто захочет явно бесить, мешать противнику, дабы у него там ничего так замечательно не получалось. То есть, вот сейчас, например, с ДДшки я со сводки дал там 1200, ну, плюс это М3, да, если было бы максимальная прокачка, ну, может, полторы тысячи я бы выдал при том раскладе, то, что у Челика не было резиста и у него не было ДДшки. То есть, значит, урон зафикшен уже неплохо, ну и, что касаемо простых выстрелов, то они как бы дефолтные и поэтому идет фикс только самой сводки. Ну и, по сути, наверное, для всех любителей Гауса я смогу сказать только то, что с данным устройством, если вы захотите реально бесить противника, как я уже сказал, да, и постоянно сбивать ему расходку, то вы это сможете сделать просто бриллиантово, эффективно и очень даже просто. То есть, вам не надо будет даже там страдать, пытаться что-то. По сути, у вас имеется пушка, такая же, как Хантер, только у Хантера есть перезарядка, да, то есть в виде 100% овердрайва, да, и вам надо где-то 30, может, даже минуту ждать, пока у вас накопится овер, стараться набивать его. А здесь вы просто взяли, вот так вот опачки, свелись, да, сейчас у меня не получилось до конца свестись, и все. Все, вы уничтожили противника, он вам ничего не может сделать, он едет, катается без расходки, пока у него там расходка эта появится, грубо говоря, там ваши тиммейты его уже запинают. Но я для себя, наверное, точно понял то, что я данное устройство использовать, по сути, наверное, не буду, если оно выйдет в таком виде, которое оно сейчас имеется, то тот самый урон, который наносил Гаусс, уже занятен. То есть говорить о том, что Гаусс там будет как-то наваливать, и за счет него, возможно, будет зарабатывать большое количество опыта, нет. Вы за счет него уже не сможете зарабатывать. Да, вы можете стрелять вот так вот по одной плюшечке, наносить старый урон, да, но все же вы сами понимаете, что это уже не то. Это не то, это не то, что вы там, блин, будете накидывать прям нереально большие вещи, а просто будете терроризировать противника. Да, есть такие ребята, которые, например, любят меня побесить, еще кого-то побесить, позаходить в каточки, помешать кому-то. Да, для вас это будет вообще просто супер-бомба, так вот, зашли и просто бесите. Но если вы игрок, который хотите зарабатывать большое количество опыта, например, играете на звезды, то, по сути, для вас нет никакого вообще смысла использовать данное устройство. И эффективность использования, ну, нулевая, наверное, я бы так сказал, то, что, по сути, вы просто пикаетесь в каточку, да, вы пытаетесь там что-то много накинуть, пытаетесь как-то и заработать опыт, но, по сути, вы только будете терроризировать противника, который будет оставаться без расходки, да, и при этом раскладе вы не будете давать большое количество урона по противнику, да. Такое очень странное устройство. Я, честно говоря, не знаю, для чего вообще делают такие устройства. И так хватает всяких хантеров, которые бесят у нас в игре. Появятся еще и гауссы, которые будут сбивать тебе расходку. Я не знаю, к чему это все дело приведет. Надеюсь, что не будет большое количество таких вот нагибаторских игроков, которые будут бесить, заходить и мешать. Я вот лично сам для себя понимаю, что я не хотел бы попадаться против ребят, которые будут играть на этом устройстве в любом режиме в матчмейкинге, да. Я отлично понимаю, что я сам не хочу это использовать, и я не хочу, чтобы такие ребята попадались, например, против меня, которые будут постоянно терроризировать, сбивать мне расходку. Но, с другой стороны, данное устройство включает в себя и открывает новые тактики вообще в матчмейкинге. То есть, например, против данного устройства вы не сможете полноценно дефить. Любой заход может сделать гаусс, там просто хоп, аккуратненько так с бочку заехал, хоп, свелся и все. Ты стоишь без расходки, любой другой челик заезжает, или даже вы сами можете заехать, спокойнейшим образом уже увести флажочек. При том раскладе то, что, по сути, у вас вообще никак не фиксится скорость самой зарядки вот этого залпа, да, то есть сводочки, она дефолтная. То есть, по скорости все замечательно, вы легко все это дело делаете и спокойнейшим образом опять же сводитесь, опять же сбиваете расходку, опять терроризируете противника. Но надо ли вам это? Надо ли вам та пушка, которая будет просто сбивать расходку, при этом не принося должного количества урона и, по сути, опыта? Мне лично это не надо. Но как механизм и как тактическая заготовка, и, например, если вы играете там пати, да, и противник жестко дефит вас, то вы можете эффективно взять и начать использовать данное устройство. Другой вопрос только в том, каким образом можно будет приобрести данное устройство. У меня вот есть вероятность и вообще мнение того, что это будет все связано, опять же, с каким-то определенным донатом. То есть, без доната вы не сможете получить данный гаусс. И для меня это, если честно, даже плюс. Это значит, что данных устройств не будет много. И сказать, что оно имба, как я уже сказал, оно не имба. Это значит, что оно, по сути, не будет даже вам никому особо и мешать. Его нету, ну и слава богу. Слава богу, что никто его особо не будет использовать. И не будет в одной катке, грубо говоря, там, 5 хантеров, которые будут вас постоянно дамажить, нагибать, уничтожать. И ничего вам в плане этого, ну, не смогут сделать вообще на карте. Я для себя записал еще один видос, да, где вчера поиграл на гауссе, то есть, записал какие-то определенные фрагментики. Поиграл на самой пушке, сыграв пару боев. Ну, уже не на тестовом сервере, понятное дело, я сыграл в обычный матчмейкинг. Дабы посмотреть, хотел вообще, ну, не думал, что будет открыт сервер тестовый, то, что здесь будет уже данное устройство, я не смогу затестировать. Хотел просто поделиться своим мнением и мыслями, как это все будет дело выглядеть. И вчера столкнулся с тем, что первые две катки, которые я записывал фрагментами, у меня вообще не получалось нагибать на гауссе. На обычном, стандартном, дефолтном гауссе. И я уже начал, блин, сомневаться в том, что, возможно, гаусса нерфит. Я начал думать о том, что, блин, что-то не так, что-то не так идет, что-то как-то мало опыта бью. Ну, понятное дело, что я видел, что меня там контрят, то, что у меня не все так замечательно получается. И потом меня пикает на третью карту, на тот самый кунгур в режиме осада, да, и кто знает эту карту для гаусса, это просто, ну, бриллиантовая карта, просто бриллиантовая. И я сижу с такой мыслью в голове, что если я здесь, на этой карте, не смогу набить должное количество опыта и доказать то, что гаусс реальная имба, то я делаю полноценный видос и говорю, что с гауссом что-то не так. Но все же в той катке у меня там получилось набить 600 или 700 опыта. Я успокоил себя, понял, что гаусс все та же пушка, которая может набирать опыт, но у меня просто там в первых катках, значит, что-то не пошло, может быть, там меня контрили, что-то не получалось, сбивали расходку, овердрайв, и поэтому я не мог так жестко и много фармить. И эту тему, как бы, я оставил уже на потом. Здесь уже появился у нас тестовый сервер, полноценный обзорчик. И моя просьба к вам, друзья, это написать вообще в комментариях, что вы думаете по этому поводу, заходили вы вообще на тестовый сервер, смотрели ли вы, думали ли вообще об этом гауссе, о новом устройстве, что вы вообще думаете по этому поводу, будет ли нагибать данное устройство. Мое мнение, вы уже полноценно услышали. Ну и также не забывайте прожимать лайк и оформлять подписочку на канал. Для меня это очень-очень важно, если вам не сложно. Просто поставьте палец вверх, если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите больше видосов, связанные с какими-то интересными обновлениями, возможно, что-то другое в плане именно разговорных видеороликов, а не игровых, потому что их в последнее время выходит довольно-таки мало. Все-таки уже появляются новые вещи, которые мне тоже нравятся. Если вы хотите, чтобы разговорные видеоролики тоже у нас почаще выходили, то поддержите данный видеоролик, ну и напишите обязательно, обязательно напишите, что вы вообще думаете по поводу данного интересного нагибаторского устройства. И самое главное, я вот, например, думаю, то, что данное устройство будет задано. Как вы думаете, будет ли данное устройство за кристаллы или нет? Потому что это очень важная вещь со стороны разработчиков. И мне кажется, что в связи с тем, что тот вулкан с новым устройством появился задано, значит и гаусс устройства будет также задано. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Спасибо вам всем, друзья, за просмотр. Всем удачи. И всем пока.